Я выполнил одно из самых нудных заданий в НЛС, дотащить Костика до церкви, но уходить с болот после этого не стал, а наоборот исследовал их и нашел несколько квестов, которые постараюсь выполнить в этом видео. Не забудьте поставить свою оценку, приятного просмотра, а также не забывайте вступать в мою группу в ВК, ссылка в закрепленном комментарии. Пришел я на локацию Забытый Хутор, и я-то думал вояки где-то либо тут, либо может в деревне на краях тут, но забрел на Забытый Хутор, посмотрим есть ли они на этой локации. Также я вчера не сказал, как я таки пронес тело Санька, это было реально сложно. Изначально я просто поговорил с Саньком, он пошел, а я спокойно пошел с Костиком, но вот тут, в этом месте, вот где два прохода на речке, где два прохода на болоте, очень много кабанов. Много было попыток, в итоге я просто пошел вместе с Саньком, он очень хорошо отстреливает мутантов, я с ним дошел до церкви, вернулся, взял тело Костика и уже пошел по зачищенному пути. И я опять тупанул, я много туплю в последнее время, надо было действительно все в тело Костика положить. И тогда я бы так не уставал, потому что я реально там шел и каждые пять метров уставал. И вот представьте, я вот так рывками шел, 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 наверное я полчаса от чистого времени только его тело утащил. Надо было все в него положить. Ладно, я значит на этой локации, Забытый Хутор, и тут есть какой-то диалог с Каленым. Ты лучше вот что скажи, солдатиков тут не встречал? Беглых. Да нет, не видел. Хутор вообще маленький, может в каком подвале или на чердаке сидят, доносы не кажут. Но без воды и еды долго не протянули бы, уже бы объявились если бы, если их раньше монстры не сожрали. Это да, мелких тварей тут хватает. Вот такой диалог, спички я по-любому беру. У меня что, уже кончились? Да, а вот, все, две пачки. Плюс колбасу я возьму, потому что мне надо, опять можно спросить по стрельбу. Но нет, что же постоянно пить с ними меня тянет. И вот сохраняться тут нельзя. Подвальчики, говорите, давай искать подвалы, где могут шкериться эти военные, если они и тут. В комментарии ребята написали, что на самом деле квест с Саньком не самый нудный. И в будущем ты столкнешься с чем-то еще более нудным. Я не представляю, что может быть нуднее, чем тащить покойника, уставая каждые пять метров, но охотно верю, что что-то будет. Так, родейка, вроде нормально. Вот, например, в этот домишко зайду. Тут прям, во-первых, так осмотримся. Вроде ничего. Да, все комнаты пустые. Ну и во-вторых, тут есть подвал. Спускайся вниз и никого. А лампадка можно сохраняться? Нельзя. Да ладно, значит их тут нет. Слушай, а где же они тогда могут быть? В общем, друзья, я отгрузился на болото, на насосную станцию. Углубился в вопрос, изучил его. Ух ты, что за стрельба там пошла? В прошлой версии, в 3.0, квест был другим. Вот этот вот. Военные, которых меня послал искать поляков, типа убили ученых, и вот потом надо было идти на сгоревший хутор, уничтожать улики, ну и все такое. Сейчас квест изменили, и он немножко другой. Сейчас военные вроде как никого не убивали, мне просто надо их найти. Находятся они на забытом хуторе, но дело в том, что появляются они там далеко не сразу. То есть должно пройти какое-то время. А на болотах есть еще всякое разное. Например, мне нужно попытаться спасти какую-то там сталкершу, плюс ходить поговорить с Димьяном, тоже вроде как можно по поводу вот этих пропавшей экспедиции. Потому что именно экспедицию с базы Чистого Неба охраняли, с Соколики Полякова. В общем, все запутано. Страшно допустить ошибку. Я уже увидел последствия, кстати, от того, как я сыграл. Например, у меня, помните, погиб Петруха. Так вот, Петруха должен был быть на забытом хуторе, и вроде как у него какой-то должен был быть квест. Сейчас этого квеста нет, Петруха мертв, к большому сожалению. Ну, кто смотрел сначала, тот, в принципе, в курсе, что особо моей вины в том не было. Я, конечно, не хочу с себя снять там все какие-то... Всю ответственность, понятное дело, что в любом случае я так сыграл, но... Но я пошел зачищать АТП один, договорился с бандитами. Бандиты начали уходить, я ухожу, прихожу, а там мертвый Петруха. Ну, как-то вообще странно это все получилось. Чего он вообще туда поперся, если я один сказал же, что я туда пойду? Ну, видимо, как-то он расслабился, когда я зачистил и пошел. В общем, к сожалению, уже что-то мы потеряли. Это, конечно, не сюжетный именно основной там какой-то квест, но неприятная ситуация. Сейчас я на перегрузе иду на базу чистого неба, говорить с Демьяном. Я вот что подумал, могу ли я продать костюм, который мне дал Сидорович? Костюм он в любом случае покупает, но этот Свободовский, он как бы лучше моего. Я бегаю с перегрузом, как не знаю кто. И почему бы мне просто не переодеться? 4 килограмма целых весит костюм. Этот даже меньше, всего 3. При этом он по защите лучше. Поэтому оставляю Свободовский, этот продаю за 1400. Я бы и этот продал, но, с другой стороны, я побаиваюсь, что мне придется спускаться рано или поздно. Вот в Х-18, например, скоро. С другой стороны, что, такой же не куплю, что ли? За 8 или 9 тысяч рублей. Давай продаем. Ладно, все, давай уже. Мне надоело бегать, честно, как дохлая черепаха. Все, я разгрузился. Теперь у меня 43 килограмма. Отлично, с тобой же ни о чем нельзя поговорить. Нет, только аккумулятор зарядить. Пойдем теперь попробуем с Демьяном поговорить по поводу пропавшей экспедиции. Да ничего. В общем-то, думаю, что делать и куда дальше двигать. Тут все дороги ведут в центр зоны. А девочки, работа для тебя найдется, но большого навара не принесет. Сам видишь, научное братье небогато. Ты все в карты тычешь и ищешь что-то. Где-то в севере болотно. Двое наших ученых застряли. Ушли с проводником. Времени прилично прошло, никаких известий. Да, зона. Пропасть тут легко. А что за проводник-то? Фролл. Он эти места хорошо знает, не мог заблудиться. Они в район старого рыбацкого хутора пошли, что в северной части болот. Если будешь там, загляни. Чувствую, что-то у них произошло. Место там вроде как тихое. Зверья почти нет, но все же. Буду в тех краях, загляну. Старый рыбацкий хутор на севере, это вообще кто? Рыбацкий хутор, насколько я помню из оригинала, один. Вот этот. Но возможно имеется в виду вот это место. Все, больше нет диалогов? Нет. То есть, ну ладно. Разбил телевизор с голой попой. Нечего ее тут вертеть. Добыть голову тушканов? Подожди, у меня вроде были головы тушканов. Но у меня всего две, он наверняка штук пять попросит. Мы тут для наших коллег с большой земли контейнер собираем с разным всяким. Ну в общем-то понятно, штук шесть голов для ровного счета. За это пять коробков, спичек и научная аптечка три. Ничего себе, это очень щедро за головы тушканов-то по сути. Не, может быть позже, сейчас нет. Я надеюсь, что тухлые тоже подойдут. Вдруг там с определенного состояния их не принимают, тогда все будет грустно. Да видишь, они в нули наубитые. Ладно, диалогов тут больше ни с кем нет. По поводу пропавшей экспедиции я поговорил. Теперь надо направляться в северную часть и тут походить и у ученых. Но в любом случае, надо было изначально открывать сюда переход на болото. Вот на будущее, тем, кто смотрит, если вдруг кто-то тоже там играет параллельно со мной, но еще не дошел до этого момента, обязательно сначала откройте переход к ордому болота. После этого только идите на болото. Опять началось. Эти лампады какие-то проклятые. Так, четвертая спичка, это уже целый коробок снова. Это сейчас как вчера повторится, да? Нет, с четвертого раза с целого коробка. Зажглась лампадочка, тогда давай. А мне, наверное, как раз уже и спичек не осталось. А ну-ка. Нет, нет спичек. Соответственно, нет больше сейвов. Сейчас мы с вами направляемся на руины деревни. О, класс. Попал в эту аномалию. В общем, какая-то тоже рандомная фигня. То есть у тебя берет и прибавляется радиация. Понял. Давай быстренько ее выведем. Арт, есть на минус радейку. Она, конечно, такая слабая, прям еле видная. Но вывести стоит. Так, вот этот хуторок. Не нужно сюда, потому что тут как бы квестовые события присутствуют. О, голову. Ага. Отдал. Это сколько у меня теперь? Три головы? Мне надо шесть. А ну иди сюда. Я теперь за ним буду охотиться. Ну слушай, пять коробков спичек. Это бы хватит надолго. Смогу пять лампадок зажечь, да? Каждый с четвертого раза. Опа, кровосися бежит. О-о-о. Ой, это вот это... Все, да? Походу все. Никого тут нет или убили. Там должен быть персонаж один. Ну, видимо, да, все. Обидно будет, если я опять профукую персонажа. Но мне кажется, человек незнающий вообще даже не поймет, что там был какой-то квест или не был. О, все, мне смерть. Опа, 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 запрыгнул. Это как? А, ясно. Меня вообще все излучением, получается, убили. Твой друг где? Готово. Опять у него башка. Может, как-то мутанты заскриптованы? Будет у него голова или нет? Так, ну что делаем? Там кровососы сейчас будут. У меня есть гранаты. Лимоночки. Пока их не видно в любом случае. Как и персонажа, которого я должен спасти. Весело. Кровососы какие-то... Какая-то имба. То есть они так сами по себе, хрен их увидишь. Так и плюсом. Они еще и пси-ударами какими-то, что ли, бьют. В общем, на расстоянии могут себе наносить какой-то урон. Это не круто. Так еще и прячутся, зараза. Где они? Ладно, давай. Зря я, наверное, чеку выдернул. Как чеку обратно вставить, ребят? Мне будет на этот дом забраться. Мне кажется, и там достанут. Вон там были. Ну, допустим. Вторая. Дай, подавить сюда. Не-не, бегает. Ну, вроде сюда не идут. Сел там, что ли? Ну, лови еще. А, то есть там еще и шипучку поставили. Вы заметили? Красота. Все гранаты выкинул. Три лимонки, одна РГД. Все, пошел процесс. Красота. Оружие из рук тоже, судя по всему, выбили. Походу, да, куда-то вниз. Ну все, а что я сделаю? Это что вырвало? Абсолютно невидимое. В итоге он даже не ранен. Хотя, вроде там одного замочил. Или нет? Вот тут вот, непонятно. Так и ликвидировал я двух кровососов только, что вот первый. Вот тут где-то второй валяется. Вон он. Пока они тут тусовались, я быстренько пробежал с бенгальским огнем. Залез сюда. Где-то около часа реального времени ушло у меня на попытки, чтобы с ними разобраться. Но ничего не получалось. И персонаж, которого я должен спасти, должен сидеть вот тут. Но его тут нет. И походу он умер, наверное, или убежал. Такой тоже, возможно, что убежал. Либо не заспаунился, что-то произошло. Там, может, на скрипту надо, чтобы я именно обменял переход у Ивана Небова. Для того, чтобы тут этот некто появился. Не знаю. Давай сразу посмотрим, не бежит ли еще кто-то. А то есть, ты странно тоже видел кровососов. Ну, будем надеяться, что нет. Теперь мне надо либо труп найти, чтобы убедиться, что сталкер мертв. Либо... А либо я хрен его знаю. Но тут никого нет, видишь? Вот тут должен быть человек. У всех есть, а у меня нет. Какие-то кабаны там бегают. Понятно, что такие квесты делать? Ну, как вам сказать? Он может взять, побежать куда-нибудь на военных и его застрелить, например. Вполне такое может быть. Да, ну персонажа нет абсолютно. Ну и что вот мне сейчас предлагается? Отгружаться на хрен его пойми когда? Или что? А оно мне надо? Никого тут нет. Ну, то есть, я даже трупы не могу найти. Может, где-то трупы валяются там за 3 километра? И тут пустой. Ого, я радиации хапнул. А, не сразу-то у меня нет. Да. То есть, я сейчас сдохну. Либо водку пить. Стоп, а водка-то радиацию выводит вообще? Снижает воздействие радиации. А, ну то есть, надо было заранее пить. Ну а что делать? Тут нет никого. Я что сделал вообще за сегодняшнюю серию, по сути? Ничего. Ну вот я умираю. Отгрузился до того, как пошел к Демьяну. Пойду сразу проверю. Там ли этот персонаж? Ну, в принципе, уже отсюда можно было бы разглядеть, если бы он там был. Этих же можно разглядеть. Хотя они еще дальше, чем это место находится. Но уже сейчас отсюда никого не видно. А смысл тогда мне туда идти? Какие-то, может быть, невыполненные условия для спавна? Или что? Или как? При первом заходе на локацию, она уже должна быть там. Отгрузился до похода. На базу чистого неба тоже никого нет. В любом случае, было бы неплохо пройти до северного хутора, который находится вот тут. Благо, тут есть отдельная тропка, чтобы не пересекаться с кровососами. Пошли. Пришел я. Тут сидят какие-то ребята. Один из них без шлема. Аспирант Глузов. Приветствую, сталкер. Можно на пару вопросов? Как к вам обращаться, кстати? Здорово. Меч на мое имя. Что хотел? У нас тут проблема. Наш проводник в отключке. Что вообще случилось? Мы работаем с Иваном Сергеевичем. Он научную экспедицию снарядил для исследования некоторых особенностей животного мира зоны. По непроверенным данным, неподалеку появился весьма необычный зверь. Сталкер называет его гигантом. Иван Сергеевич очень заинтересовался и направил нас проверить данную информацию. И по возможности, понаблюдать за данным экземпляром. В естественных, так сказать, условиях. И что произошло? Фрол, наш проводник, взялся провести нас к месту, где видели этого гиганта. Когда мы дошли сюда, он высказал мнение о необходимости самостоятельно разведать точное место логова. Но там, видимо, что-то произошло. Как он сумел вернуться, мы не знаем. Но метров в 30 отсюда мы нашли его без сознания. Помощь мы вызвали. Скоро подойдут. Но теперь у нас дилемма. Время идет, и интересующий нас объект может сменить место обитания. Тогда придется снова его разыскивать. Вот такое дело, что от меня нужно. Не согласитесь, что прямо сейчас прикрыть меня, пока я буду наблюдать за тем неизвестным логовом. Конечно, особых наград не обещаю, но думаю, на базе найдется кое-что. Что может облегчить нелегкую жизнь сталкера. А подойдет помощь, мы уже и нашего проводника доставим к метикам. Уболтал, черт языкастый, види. Ну тогда давай. Посмотрим, что это такое. Но чувствую, что ничего хорошего не получится. И почему мы только вдвоем идем, а этот... Типа останется следить за фролом, который вон там лежит. Ну пусть. Что за оружие у него? Ух ты, юмпик импортный. Вот это он расхаживает вальяжной походкой. О, а мы как раз идем через деревню, что ли? Да, там кабаны кого-то дерут. Скорее всего, кровососа. Так ему и надо. О, тушканчики. Ну, как видите, он сам прекрасно всех перестрелял. Посмотри, просто всю орду тушканов перестрелял. Жесткий ты тип. Еще бы, я мог с них части срезать. Но... А ну-ка, что там? С кем бодаетесь? С кровососами реально. Это кто кого? А квест с бабехой я, скорее всего, профукал. Не знаю, каким образом. Может, она убежала, может, что... Может, даже ее убили, а я там пока перезагружался, труп исчез. Они же тут так могут. Помните, труп Костика исчезал. Ну и что, долго вы будете? Этот пошел, не дай бог, сейчас умрет. Ну, там вообще, они какая-то, не знаю, бесконечно дерутся. Покойников нет. Может, в нее гранатку таки кинуть? Ну, давай попробуем. Киселек тут. Давай, пошла, родимая. Ох, это было очень больно. Кровосос бежит, дед! Стреляй! А. Ладно. Использую аптечку. Последнюю обычную. Опять они там между собой бодаются. Так а кто кого? Да никто никого, они просто дерутся, дерутся бесконечно. Вот сразу надо было этот квест брать, да? И не мучиться. Ну, кто же знал. Сейчас наш товарищ туда пойдет. Давай, я его попробую опередить и снова кину за гранату на этот раз. Поудачнее, что ли, как-то. Давай, пошла, родимая. По-моему, хорошо рванула. А, может быть, и нет. Потому что все равно дерутся. Дед, а ты где? Да, он потихоньку идет. Может, вообще в эту сторону пойдет? Нафиг я контактирую с ними? А, тут, прикинь, прямо на мосту. Холодец. Как идем? Ну, вот стоит, думает. Вон они, вон они, гады. Что, уже один только остался кровосос? Ну, вот это он ворвался. Гасите, гасите эту падлу. Я за кабанов лично. Потому что кровососы какие-то твари неадекватные. Исполняют какую-то вообще чушь. Ого, это типа лестница считается. Ну, кстати, тут можно очень хорошо укрыться от кровососов. Так, ну и что? Они подрали последнего кровососа или как? Ага, подрали, вон он. Дед, ты можешь защищаться? Нет, он... Давай, бей, бей свое колдовство, падла. Опять идет какой-то уволень, который не может сам себя защитить. Опа, на этот раз где кровососы? Кабаны просто спят, отдыхают. Кровососов нет. Пошел процесс, куда-то поперли. Ой, сюда что ли бегут? Да вы серьезно? Дед, доставай волыну. Опа, опа. Перебил я всех тварей. Опередил своего товарища. Где он там теперь? Ну, где-то там, за камышами. Ага, вон он стоит потихонечку. Сейчас подойдет сюда. Конечно, мне бы сохраниться не помешало, но у меня, к сожалению, нет спичек. А ну иди сюда. Щупальца забираем. Да, подгнившие из-за ножа, подпорченные. Ну, какие есть. У второго, разумеется, ничего не будет. Копыта есть. Еще копыта, да ты что? А у тебя? И еще нехило. А там, по-моему, до трех, до четырех может копыт выпить, да? Но мне два или три падало с одного. Все, у этого уже ничего нет. Плюс я там кучу тушканчиков перестрелял. Ну, не знаю, их на обратной дороге может обыскать. А то сейчас он куда-нибудь уйдет, а я ее не замечу. Давай, дед, иди. Еле как тебя спас. И надеюсь, все-то гигантам стреляться не придется, потому что у меня патронов к автомату нет абсолютно. А так, ну, одна лимоночка. А, подожди. У меня, оказывается, антирад был. Даже два. Ну, чего ты встал? Стоит, чего ты ждет? О, костер зажег. Молодец. Вот за это тебе большое спасибо человеческое. Не придется в случае чего всех перебивать по новой. Вот видите, и плюсы есть в сегодняшней серии. Бабехи тут нет? Нет. Ну, скорее всего, я уже просрал ее там, не знаю, может, когда-то надо было в самом начале еще к ней подходить. Еще до того, как я там первый раз на базу сходил. Хрен его знает вообще. Может, нужно... Да что нужно-то? Валяется тут она где-нибудь. Хладным покойником, да и все. Последние три патрона были. Все, дед, осталась только дробь. Слышу псевдогига. Очень отдаленно. А, даже вижу, он там за кустами прячется. Наверное, здесь мы не будем к нему вплотную подходить, дядь. У меня есть одна лимонка на всякий случай. Ну, не знаю, хватит. Ну, хотя, может быть, он ослабленный какой-то будет, как контролер на агропроме, который был тухленький там буквально. С нескольких попаданий улетел. Наблюдает, смотри, щеками смотрит. Что, видно тебе через кусты что-нибудь? Спасибо за помощь. Мы теперь сами как-нибудь. Ну, ладно, смотрите. Кто мы-то? Ты здесь один, дед. Подожди, а награда? А награда? Хренеть. Ладно. Так, что бы мне отсюда сделать? Вообще, по-хорошему пройти бы, да перейти на... Куда? Сохраниться бы с другой стороны. Пошли в деревню, сохранимся, ладно. Награды у меня никакой нет. Стой, а где он? Он что, исчез? Я отошел, вернулся, его уже нет. Он же не мог просто исчезнуть. Не сообразил. Оранжевый цвет я бы уже заметил. Где в кустах, что ли? Да его нигде нет. Стоял вот тут. В бинокль смотрел. Теперь его нет. А это, конечно, хитрая тварь. Дождался, пока мы там всех зачистим, и только сейчас пошел. Умно, умно. Поговоришь со мной, дед? Благодарю, будешь на базе подходить. Сочтемся. Ну, то есть, на базу типа мне идти. Ладно, могу. Это все, что мы сделали за сегодняшнюю серию. Выполнили. Один квест, и то недовыполнили, да? Награду же я не получил. Я не нашел орлов капитана с насосной станции. Надо было сначала поговорить с Демидовым, хотя можно было и не разговаривать. Потом переместиться в забытый хутор. Там поговорить со сталкерами. И, насколько я понял, должно пройти несколько дней, и где-то на забытом хуторе появятся орлы. Дальше. С бабехой. Непонятно, что ее нет. Представляешь, зауинил квест, походу. Я не знаю, как я его мог заруинить. Вот как человек, играя в первый раз, без подсказок. А вот обычный человек, да? Узнает, что тут какая-то бабеха, которой надо прийти на помощь. Она сигнал сос не отсылает. Хотя это было бы супер логично, если бы она там написала письмо какое-то. Помогите. Или там вояки бы, допустим, сказали. Что-то мы там слышали в опле, или там видели в бинокль, или кого-то в руинах деревни. Все, дали подсказку, я пошел. Как я об этом узнаю, играя первый раз. Класс, я сейчас чуть-чуть не сдох. Что здесь, оказывается, должна быть бабеха, которая, ну, испарилась. Несколько вариантов. Либо она убежала и сдохла где-то далеко. Собаки загрызли. Либо она сдохла тут, но я сохранялся, перезагружался, пока там бегала, и в итоге ее труп исчез. Либо, еще один вариант, она просто не заспавнилась. Не сработал скрипт почему-то. Ваши предположения пишите в комментарии. Ну и что делаем дальше, тоже пишите в комментарии, как вы думаете. Еще непонятно, сходить в тузлу, не сходить за документами. Такие дела. Субтитры создавал DimaTorzok